Ссылочный аудит. Зачем он нужен? Зачем его проводят? Нужно ли его делать? И нужно ли вообще на него выбрасывать деньги? Это один из аудитов для анализа конкурентов. И я долго думал перед записью этого видео, потому что я долго не знал, что конкретно в нем рассказать. Но сегодня поделюсь идеями, которые в первую очередь заставят задуматься над тем, почему его нужно делать и самое главное по поводу этого аудита, почему его нужно делать регулярно. Меня зовут Николай Шмачков, это канал SEOquick. Поехали! При работе с сайтами чаще всего вы сталкиваетесь с тем, что вам нужно строить какую-то стратегию ссылочного продвижения и решать какие виды линков вы будете делать. Но на момент, когда вы только-только начинаете работу, иногда легко ответить, что нужно сделать, какие ссылки нужно сделать первыми. Я снимал уже одно видео про каталоги, которое позволяет добавить сайт сразу в кучу справочников и получить сразу минимум 50 ссылок. Но иногда вы сталкиваетесь с тем, что в некоторых нишах каталоги либо не работают, либо нужно искать другие подходы. У нас есть большой курс, посвященный анализу конкурентов и там я рассказывал, как вытягивать эти все ссылки и что с ними нужно делать. Но маленькие нюансы всегда приходят по мере работы и поэтому новые фишки мы, конечно же, рассмотрим в этом видео. В первую очередь, что вам нужно обратить внимание, это при подборе конкурентов вы должны понимать, кто реально ваш конкурент. Есть несколько способов. Это скоринг семантики, когда вы собираете выдачу по каждому ключевому слову и вытягиваете конкурентов и сопоставляете их. Про скоринг семантики я рассказывал в курсе непосредственно на Udemy. Ссылочка на курс в описании. По поводу того, как искать этих конкурентов, вот сейчас мы пойдем вместе. Давайте возьмем какой-нибудь один ключ и попробуем его проработать. Например, ключик Медвежатники Харьков. Да, есть такие организации, которые занимаются вскрытием замков и мы можем увидеть у этого запроса, вот есть другие запросы, которые есть и есть в выдаче. И вы видите конкурентов, которые есть по этим запросам. Кто-то занимает блочок здесь, кто-то занимает блочок здесь. Есть сервисы-агрегаторы и вы видите каждого из них. Перебирая все остальные запросы в выдаче вы точно также можете посмотреть запрос 2 и посмотреть запрос 3. В целом, вы видите, что выдача отличается и есть определенные сайты, на которые можно обратить внимание. На что мы будем смотреть? Нас интересуют сайты, на которых вот референд пейджи довольно высоко и, условно говоря, с ними можно работать. Но является ли конкурентом нам OLX? Конечно же нет. В данном случае есть сайты-агрегаторы, у них огромнейшая семантика и огромный метод получения ссылок. Да, на самом деле, чем больше семантика у сайта, тем больше ссылок разными способами он может привлекать. Яркий пример. Представьте себе сайт, который продает огромное количество товаров. Косметику, газонокосилки, там еще автомобили, все это в перемешке. Представьте себе, сколько видов площадок для него открыто. Огромное количество, и понятно, лидбилдинг там просто строится на каждую категорию. Но если же у вас магазин выставляет собой узкую фрагмент этого товарного сегмента, то вы ограничены в этом. Поэтому совет номер один, выбирайте конкурентов грамотно. Смотрите семантику каждого конкурента, который ранжируется и изучайте ее. С плагином Ahrefs это делать очень удобно. Также это можно делать через серпстат. Если вам нужно посмотреть в серпстате, вы берете, копируете ссылку в выдаче, вбиваете проект в серпстат и смотрите, как он ранжируется. В частности, оставляете отдельный домен и смотрите, как ранжируется в целом весь домен. Выбираем Google Украину и смотрим. Как вы видите, что здесь очень много разных запросов, по которым он ранжируется. Ну, ваша задача понять, по каким он ранжируется реально. То есть можно посмотреть, что много ли он занимается замками, посмотреть действительно, какая доля трафика дают ему замки. Долю трафика в Excel посчитать, я думаю, вам не составит никакого труда. То есть на самом деле можно посчитать и таким методом. Перебирая другие сайты, например, можно посмотреть вот этот вскрыт замок сайт. Вот мы его копернем и посмотрим вот прямо вот вот так вот, как он есть. Таким образом вы посмотрите семантику и вы видите, по каким запросам он ранжируется. Вроде бы неплохо, следующим шагом будет посмотреть его ссылки и главное их выкачать. Для скачивания ссылок я все-таки пользуюсь Ahrefs. И в этом плане он действительно классный, хоть и по семантике он проседает. Да, он реально уступает в подборе семантики. Это факт. Но давайте посмотрим по поводу ссылочного. Мы смотрим на показатели непосредственно ссылающиеся домены, а референд пейджис. Какое оно? И мы открываем референд пейджис у каждого из таких сайтов, которые ранжируются по данным запросам. Мы смотрим сайты, которые мы отобрали, проверяя их семантику, которые являются чисто связанными с нашей услугой, а не один процент из всех услуг, которые он выполняет. То есть максимально привязанная к нашей услуге, мы таким образом смотрим каждого из наших конкурентов. Как вы видите, количество ссылок может отличаться. У кого-то их всего лишь 42, у кого-то их 293, у кого-то 28. В целом их немного. Но если мы их соберем все вместе в один большой единый файл, то конечно же нам будет работать с ними проще. Так вот маленький нюанс при ссылочном аудите. Не ограничивайтесь списком конкурентов. Он может подумать, что сейчас перебрал только три и на этом закончу. Это неверно. Нужно перебирать их гораздо больше. Я сейчас покажу пример другого проекта, у которого мы сделали подобный анализ и просто чтобы понимали размеры подобных аудитов. Вот так примерно выглядит таблица для анализа доменов, которая выкачана по одному из проектов и она выкачана на огромное количество конкурентов. У некоторых конкурентов более 30 тысяч страниц, поэтому они собирались мягко говоря все вместе. То есть вы видите количество в целом страниц на этом документе, оно переваливает за 338 тысяч строк. Количество ссылок, которые анализируются, на самом деле гигантское. Среди них есть и хорошие и миллионы, сотни тысяч плохих. Когда вы собираете это все воедино, ваша задача как настоящего сегошника сделать несколько действий. В первую очередь конечно же разобраться с форматированием. Я вам показываю черновой документ, в котором сделаны только сгружения. И самое главное отсортировать все это по трафику и отсортировать это по LinkedIn Domains. Очень важно, когда вы выкачиваете ссылки с того же Ахревса, там нет домена. Как вытащить вот этот домен, который я добавил в колоночку А? Нужно копернуть строчку Referring Page, добавить ее где-то в конце для удобства и сделать ручками. Нажимаем текст по столбцам, разделителями и разделителем ставим слэш. Разобьете их по доменам, по доменам и таким образом у вас колонка номер 3, вот эта которая здесь вот пустая, это будет ваш домен без http, https, вот он здесь будет. При желании можете сцепиться с тем http, проставить слыши и у вас будет он даже тут с http, https. Итоговые домены таким образом вы вывалите все в этот файлик, вот таком виде как они есть и при помощи формулы допустим там vpr можете подобрать сразу нужные вам значения. Рекомендую формулу vpr использовать для таких огромных таблиц, она лучше работает чем формула sum, если у вас просто ляжет компьютер скорее всего для таких огромных таблиц. И таким образом вы можете посмотреть как она реализована эта формула, если потом нажмете на стоп кадр. Формула работает, вот она обращается к предыдущей таблице и вытягивает значение в таблице которая отсортирована. Очень важно первоначально сделать как-то сортировки в этой таблице, это будет долго, но потом отсортировать вот это по алфавиту, иначе у вас будут проблемы, то есть она будет неправильно их подбирать. То есть вы сортируете допустим по убыванию какие-то значения, а потом сортируете вот так и она в итоге подбирает максимально похожую ссылку с трафиком и говорит ее примеры. Следующим действием нужно это все дело почистить, тут куча лишней информации и ее нужно привести в чувство. Как ее привести в чувство? Яркий пример, вы можете сделать в анализе доменов, допустим разбивку по типам сайтов и пометить, что это такое. Допустим отобрать сразу сайты, которые относятся к вашей языковой зоне и сделать для удобства пометку чем они занимаются, то есть и посмотреть куда они ведут. Итого у вас есть ссылки, у вас есть какие сайты там ссылаются, тут видите есть под домены какие-то ссылаются на какой-то сайт, это все дело легко разбирается, чистится и приводится в единое чувство. То есть вы можете разбить сайты на домен и под домены, вычистить все сайты, которые являются доменами второго уровня и уже с этим работать. Готовый анализ вы потом передаете линкбилдерам и они по ним работают, они по ним ищут уже где можно разместиться, можно ли разместиться, сколько там стоит и шуршат емейлами по каждому из них сайтов. То есть итоговый список потом для клиента, который занимается обменными операциями составил около 3000 площадок, что очень важно. Из 300 тысяч мы выбрали хороших адекватных 3000. Далее дело техники понять где они придают ссылки, продают ли они их напрямую, можно ли разместиться бесплатно, сколько нужно заплатить, либо это невозможно. То есть делается простой такой анализ по каждой площадке. Если условно говоря эти 3000 ссылок раздать 10 линкбилдерам, они эту работу сделают за месяц и уже условно говоря работа по линкбилдингу может быть распределена на несколько месяцев. Как работать с ссылочным аудитом? В принципе готовый ссылочный аудит можно формировать в удобном для вас порядке. Самый простой способ уже готовы отсортированные домены с примерами ссылок, которые вы вытащили, закинуть в какую-нибудь табличку в google документе, в котором вы будете работать онлайн с линкбилдерами. Вот мы делали для одного из наших клиентов ссылочный аудит по тематике накрутка подписчиков в инстаграме, накрутка лайков и тому подобное. И нужно было собрать все сайты, которые принимают подобную тематику. Напоминаю, что здесь я специально подобрал оба сайта, один обменник валют, другой сервис под накрутки подписчиков. Почему? Потому что здесь в справочнике обычные не пойдешь. Нужно искать сервисы, которые принимают подобную тематику. И казалось бы это легко, но на самом деле не так все просто. И для этих целей вот вы работая с каждым из сайтов можете смотреть, кто по чем предлагает, какие условия размещения и какая эффективность этого размещения. Например, можно найти ссылку на бирже, посмотреть эффективность этого размещения, как измеряется эффективность. Условно говоря, цену, которую вы платите, делите на доменный рейтинг. Там нужна формула быть посложнее, потому что доменный рейтинг того же Ахребса считается там по логарифмическим системам, а не просто линейно. Но вы мысль поняли. Можно и баловаться с Ахребсранком, можно по нему считать. Это как вы формулу придумаете. Я придумал вот эту простую. Чем эффективность выше, тем площадка мне интереснее. То есть где в ней можно разместиться. Если площадка там, соответственно, другая, то есть я смотрю уже там по эффективности, насколько она мне хороша. Может она дороже нужна. И таким образом я измеряю эффективность тех или иных площадок по качеству. И для удобства смотрю их. Самое главное смотреть глазами каждую площадку. Например, вот если мы возьмем на какой-то сайт, это, допустим, здесь-то конкурент. А вот есть сервисы, которые позволяют добавить свой сайт в агрегаторы. То есть есть вот сервисы накрутки. И вроде бы ты думаешь, туда же тоже можно добавиться. Да, можно добавиться, можно зайти в контакты и там или разместить сервис, написать, допустим, разместиться, вот-вот написать им на почту и разместиться. То есть все окей, написать на почту. Вот мы берем даже вот пометочку и делаем, что это нужно сделать просто ручками. Хоп и задание. Отмечаем это задание для линкбилдера. На самом деле ничего сложного в этом нет. По каждой ссылочке вы идете так сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, пока, мягко говоря, вы не упретесь вниз. Таким образом, вы переберете огромное количество ссылок конкурентов и все эти задачи по линкбилдингу будут выполнены. Если вы возьмете пул ссылок больше, то и задачек, соответственно, подберется побольше. И таким образом, вы не пропустите ни одну ссылку, хорошую ссылку, где размещался ваш конкурент. Плохие будут находиться где-то на дне. И скорее всего вы их попросту будете игнорировать. Всевозможные форумы и тому подобное. То есть задачка номер один отсортировать их и задачка номер два раздать задачки линкбилдерам. Сортировать их можно разными способами. Можно на глазочек, можно искать по урлам, которые есть и помечать их что форумные ссылки, что ссылки на профиль. Покажу на другом примере. Следующий пример это уже тоже отсортированный список доминов со всеми метриками, которые нам нужны. Для удобства у нас есть домен, для удобства у нас есть title, для удобства у нас есть url и на что он ссылался. И вот здесь у нас такая волшебная колонка тип сайта. И вот тип сайта нужно заполнять. Для удобства можете отсортировать домены по любой метрике, которая вам нравится. Можно по linked domains, можно снять метрики, вытащить допустим для них трафик для этих доменов, если это необходимо. Благо, есть источник, можно по источнику вытащить вообще все, любые метрики по каждому из доменов и добавить их в нашу таблицу. Вот здесь мы ни в чем не ограничены. И наша задача понять, что есть каждый вид формы. Например, все знают простые трюки, как быстро отсортировать форумы. Вот можно взять все форумы обычно содержат себе вот такие там условно урлы. И вот мы допустим берем это все месседжборды и вот так вот берем и отмечаем, что это все месседжборды, то есть форумы. Аналогично такие же трюки работают для view topic запросов. Это все месседжборды, как видите, больше из них уже даже отмечено. Это не так сложно. Часто Ahrefs сам распознает их, но иногда не распознает, поэтому здесь можно пересмотреть. В основном все форумы они попадают вот в эти колонки. Иногда попадают профили, это тоже нужно понимать. Зачем нужны форумы? Форумы нужны для тех, кто на этих форумах работает. Наша задача работать с линками, то есть где классические линки. И для удобства мы можем сразу отсортировать, оставить там допустим какие-то сайты, где новости, где мы отмечали, где сервисы и можно вот по ним работать и размещаться. Если нас интересуют сайты определенной страны, мы можем с легкостью это отсортировать. Допустим сразу взять украинские сайты. Вот все у нас смотрим теперь украинские сайты и вот мы работаем с ними. Откуда она берет? Ahrefs выкачивает эти данные. Более того, можно легко по домену найти и вот здесь уже вы работаете, пересматриваете каждый сайт, куда можно себя добавить. Блокспоты всевозможные тоже убираем, то есть мы можем тоже их почистить. Например, блогспот, то есть вот можно вот так взять блогспот и отметить как веб 2.0. Почему веб 2.0 надо убирать? Вы на них не разместитесь, чаще всего это уже кем-то созданные специально левые сайты, которые нам вообще никак не интересны. Поэтому веб 2.0 мы всегда пропускаем, то есть для поиска линков, они передают меньше веса. И перебирая сайты здесь можно посмотреть где есть смысл себя добавить. Пропускаем форумы, если не попали, если не попали, добавляем, фильтруем. Таким образом в режиме онлайн вы с легкостью его переработаете и поймете где вам есть смысл добавить себя. Более того, я для удобства уже сразу сделал сортировку интересных мне тематик, где мне есть смысл размещаться. И они отсортированы вот сейчас, как вы видите, по цвету. То есть цвет определяет интересные площадки для размещения. И вот мы видим какие конкуренты моего клиента размещались на данных площадках. Что выделяет на данный момент для интересных площадок по Украине 106 доменов, на которые можно посмотреть и где можно разместиться. То есть конкурентам размещал целевой контент, мы значит можем попробовать тоже. Уделяя внимание тому, как мы будем подбирать ссылки, мы сейчас перейдем к выводам. Мы должны провести несколько этапов. Первоначально собрать семантику и вытащить всех конкурентов. Вторым способом с каждого конкурента стащить все его ссылки. Да, это может быть затратно в плане выкачивания этих ссылок, но это можно сделать. Вы можете заказать ссылочный аудит у нас, можете заказать просто выгрузки и заниматься ссылочным аудитом самостоятельно. Это как вам нравится. Далее готовые ссылочные таблицы нужно собрать воедино. Последняя табличка перед тем, как я сделал в удобном формате, заняла у меня на компьютере 100 мегабайт. 100 мегабайт Excel, я сразу говорю, это довольно накладно для того, чтобы работать с таким файлом. Да, готовую табличку в Excel можно сделать, можно работать с базами данных, можно там написать там, работать с ним как с базой данных, то есть уже собранные данные, там уже перебирать это, как вам нравится. Я пробовал в Excel и понял, что Excel не хватает. Нужно реально писать базу данных, которые скармливать все эти ссылки и вытягивать таким образом хорошие. Я, может быть, в будущем напишу такой тул, который будет это делать. Готовые собранные ссылки нужно затем рассортировать, нужно вытащить домины, снять, вытащить самые лучшие ссылки из этих доминов, почистить домины от дублей и готовые домины. Самое главное перебрать по тематикам. Я предлагаю вам один раз собирать такой вариант, если вы работаете в каком-то агентстве, делать анализ для всех сайтов наперед, потому что некоторые сайты будут повторяться и вы можете через VPR просто проставить эти данные доминов, если они будут у вас где-то собраны. Можно написать сервис, который сам распределит эти сайты по типам, чтобы не делать дурную работу дважды. И третий момент, на что можно обратить внимание, когда вы проработаете все, ваша задача создать удобный дашборд, в котором вы будете работать и раздавать задачи линкбилдерам. Что им нужно делать? Может один линкбилдер, допустим, ходить прорабатывать, где бы разместиться, второй уже непосредственно им пишет письма, либо один и тот же пишет письма, но лучше разделить работу на двоих, чтобы один искал, куда написать, а второй уже строчил письма через специализированные сервисы и собирал ответы и вносил ответы уже в готовую табличку. Почему стоит эти все работы разделить, я расскажу в следующем видео. Я постараюсь рассказать, как работают линкбилдеры при помощи емейлов. Да, 80 процентов работы делается через почту и кое-где можно написать там в телеграм и куда угодно, но вся большая часть работы делается просто через почту. Никаких бирж, а чистая почта. В сухом остатке эта работа такая большая аналитическая и она распределяет работу по линкбилдингу на долгий период. Ссылочный аудит не такой сложный. На самом деле нужно очень грамотно подходить к методам сортировки этих ссылок. Вы должны понимать, что ссылки могут быть не целевые, они могут быть партнерские, когда партнеры поставили друг на друга ссылки. Это могут быть купленные сетки, это могут быть просто купленные ссылки на бирже. Да, можно проверить, продаются ссылки на биржах или нет и понять, стоит ли просто напрямую пойти и купить их там. Также обращайте внимание, когда вы соберете ссылки, вы всегда можете проверить их через батч-анализ в Ахревс и вытащить метрики. Интересно или там вообще ссылки поставили конкуренты или нет. Более того, можно их уже взять сразу из тех выгрузок, которые вы использовали. То есть просто грамотно рассортировал и вытащив максимальное значение для каждого из ссылок. У кого из конкурентов получилось сделать ссылку более качественно этого домена. На этом все. Надеюсь, у вас появилось понимание, как делать этот процесс. Задавайте вопросы в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Я буду делать такие узкие видео и далее, если вы будете поддерживать меня лайками. Спасибо и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok